Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 23 марта По одному из древних календарей у славян в этот период Начинается или уже идет в соответствии с Калидой Даром День богини Весты По народному месяцу слову Василиса – вешней воды указательница В народе говорили, что с этого дня начинаются мартовские грозы Одновременно отмечали, что зима уже окончательно отступила И вокруг начинает пробуждаться природа День становится длиннее ночи Утром по-прежнему бывают заморозки Но они становятся мягкими и непродолжительными Считается, что святая Василиса наделяет весенние ручьи памятью И способностью видеть тайные К ней обращаются, чтобы вода не подтопила дома, погреба и другие постройки Если все-таки вода проникает внутрь, говорят, что это за совершенные в прошедшем году грехи Но, как говорили, на других надейся, а сам не плашай А потому хозяева отводили воду от дома, чтобы не ушла в подпол Для чего шли во двор и рыли канавки На Василису нередко выходили на промысел Считалось, что если на реке в лунку бегут весенние ручьи, то хорошо ловится плотва И еще примечали Холодный ветер подул, зима еще долго продержится Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь Гроза 23 марта, год будет урожайным Мрачный и пасмурный день, хороший урожай льна предвещал Если уже прилетели журавли, значит весной будет тепло Туман на Василису, да скворцы вернулись, снег вскоре сойдет Если прилетели ласточки, то через две недели начнется разлив рек Жаворонок в небе кружит, значит скоро появится первая трава Возле муравейника 23 марта начинает таять снег именно с южной стороны То лето будет коротким и ненастным Если же снег тает с северной стороны, лето будет благополучным Удастся сохранить и вырастить овощи и фрукты А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается Или уже идет в соответствии с календой даром День богини Весты, небесной богини-хранительницы Древнейшей мудрости вышних богов День богини Весты, богини весны Отмечают вскоре после дня весеннего равноденствия В этот период во всех родах пекут из теста фигурки жаворонков Оладьи и печенье с солнечной символикой Празднуя приход на землю весны и перелет птиц Веселыми песнями, хороводами и играми В древности все девочки и девушки до замужества обучались жрицами И ведающими женщинами, обрядом и ритуалом Позволяющим им вещать, выступать проводниками Божьей Вести И они тоже назывались Вестами В день Весты оглашались имена девушек Которые достигли возраста половой зрелости И теперь уже могли быть просватаны В родах святой расы в этот день принято поздравлять И баловать подарками всех женщин и девушек Это поистине славянский женский день Слава богине Вести! Слава богам и предкам нашим многомудрым! Братья-месяцы!